Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия – «Классовая борьба накануне выборов». Лекцию читает доктор философских наук профессор Александр Сергеевич Козёнов. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи! Тема наша родная, глубокая и вроде бы знакомая. И, в общем, вокруг неё все наши занятия проходят. И вечно трудная, обостряющаяся, углубляющаяся. И такого выхода, который бы виделся нам как перспективный, положительный, ну, в общем, как-то не просматривается. К сожалению. Хотя все мы знаем, что мы живём в эпоху империализма и пролетарских революций, перехода к коммунизму. И говорил Владимир Ильич, эпоха империализма и пролетарских революций будет острой борьбой двух систем, в которой коммунизм, в конце концов, победит. Но и Марс нас предупреждал, что после революции рабочий класс ждёт, может быть, 10, 15, 50 лет войн и революционных потрясений, в которых он подготовится для того, чтобы господствовать власти. Мы с вами 70 лет прожили при социализме, пережили тяжёлые потрясения, победили в них. И тем не менее, значит, вот уже 30 с лишним лет живём в новых условиях, условиях поражения социализма в нашей стране. И конца этой борьбе или конца вот этой капиталистической эпохи пока не видно. Кризис мировой обостряется. Причём, значит, в его обострении видны, мне кажется, новые черты. Прежде всего, это раскол капитализма в самом империалистическом центре в Соединённых Штатах Америки, в распространении этих расколов на периферию капиталистического мира. И фактически классовая борьба нынче, она стала какой-то такой вот повседневной жизнью всех государств, значит, в их центрах, в их верхушках, в их господствующих группах. В том числе и в России. И мы сейчас видим, насколько эта борьба остра перед выборами. Мы живём с вами в шестилетнем периоде, в новом периоде, когда властвует Владимир Владимирович Путин на основе новой конституции. Новая конституция была поддержана, надо сказать, населением нашей страны, а патриотическая часть даже, значит, под аплодисменты её приняла, особенно в том пункте, где было сказано, и мне кажется, он был такой забойный для этой обновлённой конституции, что теперь первенство будет принадлежать российскому законодательству по отношению к любым международным договорам. И многие на это клюнули. Тем не менее, когда они прочитали, значит, конституцию, всё осталось по-прежнему. И международные договора сохраняют полное своё значение. Наши внутренние законы, они, так сказать, отдыхают. И это мы видим особенно на финансовой сфере, особенно на работе Росбанка России. Второй пункт. Значит, Владимир Владимирович, предвидя трудные времена, и, борясь за свои гарантии власти, установил там новый орган власти – Госсовет. И так и виделось, что Госсовет – это на случай неизбрания президента, а там он уже несколько сроков правил у власти, подстелить себе соломки. Этот Госсовет будет над государственным, фактически, органом, который сможет руководить и тем, и тем, и тем. То есть, это громоздился верховный орган, не орган, а это громоздилась сама верховная власть. То есть, такая власть, которая обеспечивает, сохраняет суверенитет государственный. Государственный суверенитет сохраняет, гарантирует, обеспечивает весь класс капиталистов. Но ответственность, гарантия главная, она лежит на верховной власти. И о Ельцине, скажем так, и говорит, он гарант Конституции. То есть, он и гарант суверенитета. И если теперь посмотреть, значит, вот на эту Конституцию и на положение нашего уважаемого президента, то получается, что верховная власть нынче, она и сосредоточена в гражданине Путина. Он глава государства. В Конституции записано глава государства. Если перевести император с латинского, то там есть и определение глава государства или вождь армии в какие-то ответственные эпохи и так далее. Поэтому вопрос о демократии, он вопрос трестепенный. И мы по результатам подготовки к выборам и в выборах это очень хорошо наблюдаем. Значит, четыре старые партии, они как выступали, так и выступают, четырехголовым змеем одной буржуазной власти. Три, что ж? Четыре. Было. Было четыре. Одна сменилась. Новые люди. Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР. Справедливой нету. Ну как нету, но она объединилась. А, она тоже была новая. И новая. Справедливая снялась. Новая не нет. Она с выборов снялась, но она есть как в государственной думе, как партия, одна из партий власти считать. И какие-то были слабые попытки у мелкой буржуазии создать что-нибудь такое типа оппозиционной партии. Сначала организовал в 2011-2012 году демонстрации. Как? Умер-то недавно. Навальный. Как? Навальный. Навальный, да. Навальный. И Надеждин. Вот какие-то были вроде проблески у мелкой буржуазии и у компрадорской буржуазии, значит, Надежды. Несмотря на огромную помощь Запада, несмотря на огромную поддержку, значит, каких-то там, значит, колонн, вот, ничего у них из этого не вышло. Поэтому как была система, так и она осталась неколебимой. И даже наша уважаемая КПРФ не нашла ничего лучшего, как достать из каких-то старых сундуков товарища Харитонова и выставить в качестве кандидата. Зачем, спрашивает? Вот какой смысл, значит, в этой кандидатуре? И там же есть молодые ребята, которые себя уже хорошо заявили, зарекомендовали. Перспектив нет ни у кого из них. Ни у Харитонова, ни у кого-то, либо ещё. Но хотя бы человека узнают, он получит какую-то известность. Значит, и это будет хорошей заготовкой для следующих выборов. Нет товарища Харитонова, который тут же сразу заявил, что у него расхождений с Путиным нет. Это фактически уже сразу прямая поддержка Путина. То есть так всё захвачено, так всё схвачено, что никаких, значит, там щелочек и дырочек для оппозиционных сил проникнуть во власть, а тем более побасть на выборы, а тем более на президентские выборы, нету ровно всё, точка. И это говорит о углублении раскола внутри, значит, государства, внутри господствующих сил, в том числе и внутри, значит, тех сил, которые поддерживают Путина, в том числе в Единой России. Это у Пушкина в Борисе Годунове, Борис Годунов размышляет. «Достиг я высшей власти, но счастья нет в моей душе». Вот, а почему нет в душе счастья? Потому что недавно было восстание хлопка, который два года воевал, и которого с трудом, но удалось подавить. Значит, заморозки побили в течение трёх лет хлеба, пришлось открыть бездарственные закрома, и всё это не помогает. Вот появился ещё и какой-то дух, значит, старого, дух царевича Дмитрия. Так и Владимир Владимирович, я думаю. Вот он сейчас на вершине власти, но как бы там ни была вершина власти, а ему 72 года. А 72 года, значит, вот, я уже давно пропагандирую эту мысль, что после 70 лет, значит, руководители высших рангов, они должны идти на отдых сами, самостоятельно, осознанно, подготовить себе хорошую замену. Почему? Потому что есть физиологические причины, есть медицинские причины, есть политические причины, и есть и народные причины, некоторая усталость, как вот была усталость от Брежнева, как усталость от последующих старичков, также у меня ощущение складывается, что у некоторых слоёв, значит, населения, у нас сейчас тоже уже усталость такая от Путина. Но он собирается продлить ещё свою политическую жизнь на 6 лет, и эти 6 лет, они будут именно в ситуации усложнения вот этого общего кризиса капитализма, который идёт. Причём этот кризис капитализма, он уже такой специфический, а именно, его особенность состоит в том, что финансовый капитал дожил до полного подчинения не только, значит, населения и классов других стран, но фактически до подавления своей собственной страны. Финансовая олигархия, она руководит, и выступление Трампа в 16-м году, оно и было показателем этого кризиса. Но этот кризис в финансовой системе удалось подавить, но он обострился с новой силой сегодня в Соединённых Штатах Америки. И там, значит, острая внутренняя борьба с непонятной перспективой. Неизвестно, чем эта борьба закончится. Поэтому, значит, вот такие вот судороги, вот такая вот нестабильность внутренняя внутри, значит, главной капиталистической цитадели – это большая опасность для всего мира. Во-первых, традиционно, когда в капиталистике, да ещё в феодальных странах, когда возникали такие кризисы, господствующий класс часто решал их за счёт войны. И Гегель где-то замечает, что, значит, верховный правитель угрожает войной народам, и те как бы смиряются, значит, с существующей жизнью. Как-то затихают, так сказать, недоброжелатели. Император Наполеон III устроил войну с Германией в 70-м году и плохо закончил. Наши и наш министр не трёпав ли, говорит, в 2004 году надо бы устроить маленькую победоносную войнушку, чтобы вот тут революционеры наши притихли, устроили войнушку. Что они получили? То же, что император Наполеон III. Значит, поражение в русско-японской войне и последующее развитие кризиса. Точно так же и у нас, значит, наш Владимир Владимирович вот двинулся сначала помогать, значит, Сирии. Вот теперь специальная военная операция. Тоже быстренько. Операция – это дело скоротечное. Ограниченным контингентом, значит, выступили, провели операцию, решили вопрос нацификации, денацификации и демилитаризации и почиваем на лаврах. Успокаиваем народ и успокаиваем господствующий класс. Тот сделал новые приобретения. Я думаю, что сейчас вот он уже Крым освоил. Ну, а товарищ Киселёв, известный наш телеведущий, уже там Латифундию виноградную освоил. Ну, а то уже ждут новых поступлений. Воборот. Не знаю, чем это закончится. Почему? Потому что эта спецоперация фактически развелась уже, значит, в войну. И не только, значит, не хватило вот этих наличных бывших военных сил, но пришлось новые мобилизации, новые, значит, организации военные организовать. И более того, эта война вроде бы местного такого масштаба, она переросла в войну европейскую. А европейская война имеет, значит, некоторые такие моменты, которые грозят перевести действия в мировую войну. Причём некоторые авторы, аналитики уже говорят о том, что она идёт, Третья мировая война, только ещё в начальной стадии, в начальной стадии. То есть не развелась она ещё, и она ещё разовьётся. И надо сказать, что, ну, в общем, для этого есть такие основания, соображения и прочее. Поэтому ситуация у нас просто угрожающая, то есть конфликтность, значит, вражда, она поразила господствующий класс, понятно, что продолжается конфликт, и борьба между классами, борьба между нациями, образуется новый союз, и борьба между большими союзами. И чем это закончится, значит, сказать пока сложно. Но мы увидим, что вот в этой ситуации, в ситуации вот этих всеобщих конфликтов, идеологическая борьба, она приняла, ну, какие-то гигантские масштабы остроту. То есть появляются массы каких-то новых идеологов, массы компаний, массы газет, радио, группы, группировочек, и все трещат, и все заполняют эфир и каналы информации. И всё это с обманом, начиная с правительства нашего, и американского, и украинского, и кончаешь я не знаю чем. И вот в этой информационной шумихе, и в информационной трескотне вот островок и якорь, который держит нас от срыва в этом шторме, является наша идеология марксизм-ленинизм с его опорой на диалектическую методологию. Вот нас удерживают прочные понятия, прочные категории. И за счёт этого уяснение прочных связей, кто, за что, почему борется, кто, как и почему он так выступает. Вот без этих понятий, действительно, без категорий, тут, я думаю, у людей просто сносит крышу уже вот в этой ситуации. Поэтому наша задача, вот она как раз и заключается в том, чтобы, несмотря на этот шторм идейный, в который погружён фактически весь мир, вот на этом якоре держаться, вот эту устойчивость сохранять. И я всю жизнь придерживался линии вот этой Аристотель, Декарт, Бекон, Кант, Гейль, Маркс. И сейчас убеждаюсь, что вот эта линия и обращение на неё, опора на неё, она и даёт вот эту устойчивость. В том числе и вот в этой сложнейшей проблеме, которую я в последние месяцы изучаю и развиваю. Скажем, проблема суверенитета. Это я немножко начал. Некоторые товарищи говорят, что у нас суверенитета нету. А некоторые говорят, что мы достигли уже многих суверенитетов, а теперь нам нужно достигнуть информационного суверенитета, технологического суверенитета, медицинского суверенитета, ещё там какого-то суверенитета. То есть всю эту проблематику суверенитета замешали вот в эту кучу. И уже, конечно, слушатель, он не разбирается, где там суверенитет, какой там суверенитет и так далее. А я обратился, как всегда, к Аристотелю и только сейчас понял, что Аристотель эту тему прекрасно понимал. Но она у него выражена в других терминах. Тогда у него термина не было суверенитета. Этот термин возник, с одной стороны, у Папы Римского, значит, где-то там ещё в Средневековье, а с другой стороны, как раз в ситуации развала католицизма в конце XV – начале XVI века. Почему Аристотель не мог не понимать этой вещи? Потому что он прекрасно понимал, что такое верховная власть и почему она задаёт том всему. Просто она у него называется «самодавляющее существование». Значит, несколько селений, достигших самодавляющего существования. Вот это «самодавляющее», оно сбивает с толку термин, терминологический. Но я не поленился, как всегда, обратился к греческому словарю и нашёл, что такое, что это у Аристотеля, как это у Аристотеля звучит. У Аристотеля это звучит – автаркия. Автаркия – это вам, я думаю, знакомый термин, он в нашей идеологической такой сфере использовался как ругательство западными социологами, политиками в отношении СССР. Вот СССР там автаркия, то есть замыкаются в себе. Авто – сам архиевласть. Архи – можно сказать. Архия, архия власти. Власть в себе, замыкание в себе. И вот, значит, СССР вот там замкнулся, построил там эти стены, отгородился стеной от Запада. Это, конечно, было враньё. Никакого такого, никакой такой автарки не было в Советском Союзе. Или, по крайней мере, если и были загородки-перегородки, то не по его виду. А, значит, тогда это и имело, в Греции, и имело это значение, значит, термин. Почему? Потому что это вот самодавляющее существование. То есть ему ни от кого ничего не надо, он ни от кого ничего не зависит, он занимается своими делами. Как в Библии, давлее, дневе, злоба его. То есть он каждый день занят своей злобой. И государство суверенное. Оно занимается собой, но никто ему не нужен, никого оно не боится, оно вполне собой достаточно и довольное. И отсюда верховная власть. И Аристотель говорит, что, значит, вообще-то основных видов государства два. Олигархия и демократия. И действительно, в то время, да, два основных государства. Откуда возникает третья форма? Она возникает от того, что, когда класс в целом и власть в целом не справляются со своими задачами, это государство переходит к открытой диктатуре. Выбирается кто-то единоличный правитель или единоличный род. У олигархии это монархия, у демократии это тиран. И обычно, раз народ пришел к власти, это тиран там, та-та-та-та-та-та. А, значит, когда у олигархов, у аристократов глава это монарх, уважаемый человек там и так далее, и так далее, и так далее. Тогда как корень государства и основания всех государств, Марс говорит, это демократия. Демократия на основе всего, даже рабовладельческая, рабовладельческая демократия. Характерно, что, хотя это противоположное вроде государства, но это противоположность рабовладельцев. Демократия, она тоже рабовладельческая. Оно государство бедных рабовладельцев. И на первом этапе это касалось того, что рабовладельцами становились соплеменники. Но после того, как они поняли, как после того, как бедные слои демоца подняли несколько восстаний в 8-6 веках до н.э. по всей Греции, начальство поняло, что больше так со своими соплеменниками поступать нельзя. И первыми устроило рабовладение на иноплеменной основе Спарта. Они пришли в Лаконию, завоевали местное греческо-ахейское население, сделали его рабами, устроили вот эту рабовладельческую государственную общину и стали уже тем рабовладельческим государством, который обычно имеется у нас в виду. И Марс, в основном, о котором он говорит. Особенно Спарте. Чёткое разделение. А сами рабовладельцы, сами аристократы, они жили общиной, причём и называли друг друга, а мойен равные. Совместные трапезы, совместные обеды, полное равенство и сохранение чёткого гражданства. И это привело, в конце концов, их к вырождению. То есть, аристократия мало-помалу выродилась, они превратились к концу жизни в алигархическое государство, которое завоевало, значит, Македонию. Так и мы. Вроде бы демократия, вроде бы свобода, кому-то показалось, значит, свобода, делай, что хочу, но очень скоро она обернулась олигархией. Пришёл Владимир Владимирович, и вроде бы старую олигархию отстранил. Ну так на место Сары олигархии пришла новая. И сегодня мы видим, что эта олигархия новая направит. Она изучила законы демократии, она научилась манипулировать демократией, спокойно управляет её, и результат налицо. Общество идёт к новым выборам с полной поддержкой Владимира Владимировича Путина. И он будет избран президентом, уже никто не сомневается. Я думаю, на уровень где-нибудь 70%, а то может ещё и больше. И в этой ситуации, конечно, грустно, но рабочий класс наш не собран, разбит, расщеплён, малоорганизован. И это заставляет нас всё вновь и вновь думать, как изменить ситуацию, как научить рабочий класс, как помочь рабочему классу организоваться, как вокруг него организовать другие слои трудящихся, как снова возродить суверенитет народа. Как было это в 17-м году? С 17-го по 36-й год у нас был полный народный суверенитет. Избирались советы от предприятий и верховный орган власти, съезд советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Он и был верховным органом. Им, в него входили коммунисты, в него входили рабочие, в него входили выдающиеся известные рабочему классы революционеры, и это была действительно верховная народная власть. Народная, народный суверенитет. Поскольку я почувствовал, что как-то не очень принимается эта формула народного суверенитета, я посчитал Макса Энгельса и в них нашел использование этого термина народный суверенитет. Особенно на первых этапах революции. В том числе уже в 48-50-м году Энгельс говорит о суверенитете народа. И Ленин потом кое-где повторял это дело. Поэтому вот встает вопрос о том, что с рабочим классом происходит, почему, несмотря на нашу многолетнюю уже работу, пропаганду, организацию, успехов у нас не так много, как хотелось. И вот я думаю потому, что с одной стороны молодая, новая русская буржуазия, она знает опыт социализма, она знает теорию Маркса, она хорошо знает нашу идеологию и умеет превентивно бороться с теми на тех направлениях, на которых мы боремся. Ну и, конечно, такие выдающиеся предатели рабочего класса, как товарищ Шмаков, который еще с советских времен руководят профсоюзами, переродив их в профсоюз, как организацию борьбы буржуазии против рабочего класса, значит, они вместе очень хорошо эксплуатируют этот рабочий класс. А зато ему, Шмакову, и верхушки этой, значит, дали беспрепятственно фактически разворовать богатейшую собственность советских профсоюзов. Но ему тоже уже за 70, и я думаю, что не за горами вопрос, когда он все-таки свою деятельность, значит, закончил. Ну и я думаю, что еще-еще раз надо выяснять, значит, почему рабочий класс был ослаблен до вот такой степени, до такого разрушения. Я думаю, что потому, что вот этот период контрреволюции, который продолжался в 61-го года, он все-таки выработал такие многие привычки в рабочих классах, или отвычки, если хотите, которые сделали его удобным для эксплуатации в наше время. С одной стороны, привязанность к предприятию. Мы помним, долгое время рабочие ходили на предприятия, которые уже остановились, уже не работали, а рабочие все, и зарплату не платили, рабочие все ходили, они привыкли к своим предприятиям, привыкли считать их своими. И эта привычка, она, так сказать, продолжалась. Во-вторых, значит, это масштабное предательство коммунизма, коммунизмической партии. То есть сваливают там на Ельцина, на Горбачева. Конечно, ни в Ельцине, ни в Горбачеве это дело. Если бы было дело только в них, сильная партия, сильное руководство сменили бы их и безболезненно переступили бы и пошли дальше. А дело, конечно, в массовом предательстве не только руководству партии, но и широких масс. И тут надо сказать, что, значит, вот эти карьерные соображения в Советском Союзе, связанные с партией, они, конечно, проросли очень глубоко и стали такой как бы формой. И некоторые товарищи служащие, служащие, интеллигенты ждали, что вот как только примут там 5 рабочих, вот потом примут одного из служащих или из интеллигенции. И уже там делили место, на которое они попадут с карьерными целями. И таких карьеристов, как оказалось, очень много. Причем не только на производствах рядовых, но и в органах власти, в том числе, как выясняется теперь, и в КГБ. Ну и, значит, вот этот удар шоковой терапии, он, конечно, тоже был очень серьезный и очень глубокий. Причем эта шоковая терапия, она была хорошо подготовлена и разработана. Дай бог памяти женщины-экономист, шоковой терапии на Западе. Не видели книжку? Вот она писала эту шоковую терапию, применение этой шоковой терапии уже давно на Западе, в том числе, например, в свое время к Аргентине, где разрушили Аргентину и разрушили аргентинскую промышленность. Теперь вот, значит, Россия и социалистические страны. И это, конечно, шок был очень сильный, поскольку он выразился в том числе и в вымирании населения. И это население, это вымирание населения, оно продолжается в мирное время уже 35 лет. 35 лет вымирает население. Никакого другого показателя не нужно, чтобы делать вывод, что правительство, правительственные власти, государство работают неэффективно. Причём они сами понимают, что такую территорию охранить даже 150 миллионами человек затруднительно, а оно ещё и вымирает. Значит, уже не один десяток миллионов иностранцев принято в гражданство, но и это не помогает. И просят всё новых и новых граждан, причём довольно легко дают гражданство. Что, вообще говоря, недальновидно? Почему? Потому что гражданин – это ответственнейшая вещь. В советское время уже как-то было, значение гражданина, оно принижено. И вроде получали паспорт в 16 лет, и вроде ты гражданин в 18 имел право выбирать. И вроде ничего такого нет. А я обратил внимание на Платона и Аристотеля, как это было в Афинах и вообще в Греции. Это серьёзнейшая процедура. Человека вызывали в известном возрасте и допрашивали, кто у тебя отец, кто у тебя мать, кто родители твоего отца, кто родители твоего матери, и как они себя вели. И принимали в гражданство, а то ещё и не принимали. Поэтому сегодня, значит, с гражданством, конечно, значит, проблемы есть уже, и я думаю, что ещё будут. Причём не только у нас опять, скажем, и Европу заполонили вот такие вот граждане без гражданства или получившие лёгкое гражданство и теперь сидят там в Париже и в Бонне без работы. В Америку за последнее время переселился чуть ли не десяток миллионов, значит, граждан, причём незаконных мигрантов. И это тоже, значит, большая угроза. Мы не помним, ещё недавно, значит, негры ходили по улицам и нагибали, значит, прохожих, особенно белых, чтобы те признали, что чёрные тоже имеют право на жизнь. Издевались над согражданами, а если их прибывают ещё миллионы, то неизвестно, чем это всё закончится. Поэтому, значит, вот наш рабочий класс, он в таком состоянии, значит, очень сложном находится сейчас. И несмотря на наши большие усилия, больших успехов, значит, пока вроде бы не видно. Но делать нечего, никаких других путей, кроме организации рабочего класса и, значит, трудящихся других категорий, которые могли бы выступить союзниками рабочего класса, у нас нету, поэтому ничего не остаётся, как продолжать нашу работу, продолжать изучение марксизма, изучение вообще истории борьбы классов, значит, делать самостоятельные выводы и по возможности идти вперёд. Надо сказать, что некоторые выводы мы сделали за последние годы, особенно в части Советов, в части контрреволюции. Ну и мне кажется, что вот о суверенитете и о возрождении суверенитета народа я думаю, что тоже надо позаботиться. И тут мы вступаем на почву не идеологической, а теоретической борьбы. А теоретическая борьба – это дело очень сложное, а ресурсов у нас для неё и людей у нас для неё, в общем, дефицит. Поэтому у нас стоит задача и вот поиск молодой интеллигенции, студентов, которых можно было бы включить вот в эту теоретическую работу, в теоретическую борьбу. Значит, что делать рабочему классу и народу России в нынешних условиях? Значит, занятое население у нас порядка 75 миллионов. Из них рабочий класс составляет около 35 миллионов. Но этот рабочий класс нынче в значительной мере изменил свою социальную структуру, групповую, профессиональную структуру не в лучшем направлении. И господствующий класс, как раз борясь с рабочим классом, он это хорошо понимает и он эту тенденцию фактически поддерживает и проводит. Я имею в виду, значит, что производство нынче стало мелким. Вот крупных заводов можно уже скоро будет пересчитать. Вот. А на мелких производствах там каждый рабочий под контролем. Вот, скажем, волочок. Вот тут собрались пожарники, значит, объявить забастовку. Обратились ко мне. Я говорю, конечно, помогу, давайте. Приходите. Говорит, ну, мы немножко сорганизуемся и начнем. Ну, давайте, сорганизовывайтесь, приходите, начнем. Но поговорили-поговорили, ничем это дело не закончилось. И понятно почему. Потому что там их что-то около 20 человек. Они все под контролем. С каждым начальство может переговорить, каждого напугать, каждого подкупить, каждого еще что-нибудь там сделать. Поэтому, скажем, в Вышневолочке или в других маленьких городках там почвы фактически вот для такой деятельности нет. но и в крупных городах предприятий, больших заводов, как это было раньше, с Кировской заводом, как Кировский завод, так как раньше назывался? Это Путиловский. Путиловский, да. Путиловский завод. Гигантская масса народов. Там за всеми, конечно, не уследишь с одной стороны, с другой стороны. В такой массе народ, каждый человек чувствует себя под какой-то такой защитой товарищей. На нынешних маленьких предприятиях такой защиты нет. Поэтому, значит, и с этой стороны организоваться с одной стороны им трудно, и нам трудно им помочь. Поэтому я думаю, что нам не надо исключать из нашей агитации и тех интеллигентов, тех служащих, которые понимают и трудное положение народа, и трудное положение рабочего класса, и трудное положение страны, и все-таки готовые активно участвовать в борьбе. И я думаю, пропаганда гражданства, пропаганда гражданина нами тоже недостаточно используется. А ведь, скажем, Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. У нас многие рабочие, они до гражданства не дошли. Они не чувствуют себя гражданами, не понимают себя гражданами. Вот мой сосед Женя, значит, слесарь, токарь, сварщик, на все руки мастер. Но сознания у него гражданского нет. Гражданского даже нет. Не говоря уж там что-нибудь о профсоюзах или что-нибудь в этом духе. Поэтому я думаю, что проповедь гражданина, проповедь гражданства, мне кажется, нам надо усилить. Я думаю, что это тоже такое направление идейной борьбы, которое какую-то помощь могло бы оказать. Ну и в дальнейшем, скажем, суверенитет народа, как такая, но тоже общественная цель, она тоже может сыграть свою роль, а именно для подключения как раз тех слоёв трудящихся, которые не являются, собственно, рабочим классом, но готовы в той или иной степени ему помогать, поскольку уже сейчас его так или иначе обслуживают в каких-то отношениях и готовы с ним взаимодействовать. Поэтому я думаю, что и это тоже не надо, надо иметь в виду. Ну а правительство, оно нам в этом помогает. Вы помните, что нам проповедуют в последнее время государственный монополистический капитализм и что вот Путин, он государственник такой, и вроде там уже больше половины собственности государственной, и она в какой-то мере, значит, работает и на все общества, в том числе и на трудящихся, я должен разочаровать в этом отношении. Значит, вот Катасонов, он хоть в идейном плане не очень стойкий человек, христианский социалист, но он всё-таки такой экономист конкретный и довольно глубокий в своей сфере, он говорит, что он заглянул, значит, в статистику Мирового валютного фонда, там в России, по его данным, по данным фонда госсобственности в России 25% только от всей собственности, от всех активов, четверть, это очень немного, но это только один момент. Второй момент, пришли данные по приватизации, которые снова начали активно проводить в нашей стране. Так вот, значит, газета «Правда» даёт, что план приватизации 23-го года перевыполнен в 16 раз. Не на 16% и не на 160%, а в 16 раз. То есть, приватизация идёт, значит, бешеными темпами. Причём, понятно, что основной кусок сейчас это военное производство. Его и приватизируют, конечно, вместо того, чтобы, наоборот, сделать его государственным и сделать, значит, экономику, готовой к войне, готовой обеспечить всю войну, все военные действия, все запасы. Поэтому, значит, с одной стороны, мировая ситуация, значит, в жутком кризисе, во всеместных и глубоких конфликтах, в том числе внутри господствующего класса. Вот. А наше правительство, благодаря усилиям, значит, Владимира Владимировича Путина, спокойно, дружно сидит и выслушивает в очередной раз послание, в котором в очередной раз Владимир Владимирович обещает, что вот мы этим прибавим по 5 тысяч, этим прибавим по 10 тысяч, увеличим материнский капитал на столько-то, ттт, всем немножко раздал и вроде всем стало получше, а в будущем, если его вывернуть, совсем хорошо. Эти обещания мы слышим, ну, по крайней мере, с 2008 года. Помните концепцию развития до 2020 года. Создадим 25 миллионов современных рабочих мест, увеличим производительность труда в 4 раза и так далее и тому подобное. Где они, эти места, где она, эта производительность, где она, эта промышленность. И так из года в год нам обещают, жизнь немножко улучшилась, конечно еще страна продает столько нефти, столько газа, столько металла, столько кимии, но немножко капает и трудящимся. Да, жизнь в последние годы, значит, особенно вот там в десятые годы, она стала получше, полегче. Это чувствует народ и народ за это благодарен. Но это не решает главные вопросы, это не развивает промышленность, это не создает рабочий класс, это не делает нашу страну суверенной, страну я оговорился, вот нам сейчас навязывают страна суверенная, страна не бывает суверенной, суверенное государство. Суверенитет это верховная власть, и верховная власть, она суверенна, он может быть индивидуальным, как в монархиях, или в России нынче, и он может быть коллективным, как парламент, как съезд Советов, ну и другие есть коллективные органы власти, значит, коллективные органы верховной власти. И вот это различие между верховной властью и властями, я думаю, что нам надо усвоить. Мне кажется, что из понимания вот этого различия и вообще роли разделения вот этих властей, значит, многое вытекает и многое нами не схвачено, неосознанно, не понято. А нужно это понять, что верховная власть это особая власть, это власть, которая утверждена диктатурой класса и в ней сосредоточен суверенитет. Это сосредоточение власти, верховная власть. Она является властью в собственном смысле. Остальное это в той или иной мере управление, государственное управление. Значит, ну мы знаем, государство это машина в руках одного класса для подавления другого, но машиной-то нужно управлять, машиной и управляет властитель. Кстати, в управлении этот образ происходит у греков из двух оснований. Одно основание Энио это водитель колесницы боевой. В одних руках он держит вожжи и управляет, а в другой меч. Это вот властитель, правитель, господарь, господин. Он правит. И сейчас лошадью ты правишь, вас спросит в деревне, если вы сядете на телегу, лошадью умеешь править, тогда тебе дадут поправить, не умеешь, не дадут. Значит, управление от кормщего на корабле, вот этот кормщий называется по-гречески киберо, куберо, губернатор, правитель. Значит, вот власть, она властвует, а управление, она управляет. Управление есть подчинение объекта целям субъекта. Но цели создает именно верховная власть. Но в основании создает класс, но концентрируется, выражается и осуществляется прежде в верховной власти. В ней сосредоточимся. И если верховная власть в одном лице, только как это бывает в монархии, то с ней бывает расправиться очень легко ее или покупают, или убивают, или подменяют, или что-нибудь, и суверенитета в государстве нет. Ну вот коллективные, с коллективной труднее, поэтому значит, где и сейчас, скажем, все-таки в государствах правят, но какие-то коллективные верховные власти, там парламенты, или рейхстаги, или что-нибудь, конгресс, или еще что-нибудь. Так что я думаю, что если мы разберемся вот в этом вопросе, мы тоже усилим свои позиции. Вот примерно вопрос, который мне хотелось затронуть. Спасибо. Поступили вопросы. Как вы считаете, коммунисты должны использовать президентские выборы? Как и для чего? Так это наш обычный вопрос. Мы его вспоминаем при каждых выборах и решаем, что мы в выборах участвуем. Другое дело, как мы участвуем. Если хватает сил, то мы организуем сами, если не хватает, просим какую-то партию взять нашего члена в их избирательный список или еще что-нибудь. Наконец, мы используем выборы для пропаганды агитации, выходим на улицы со своими листовками, с газетами и объясняем, почему эти выборы буржуазные, почему они ничего хорошего не обещают нашим людям, особенно рабочим, трудящимся, и что нужно сделать для того, чтобы изменить эту власть. Поэтому этот вопрос в нашей аудитории, он вроде бы должен давно быть ездит. Ну, а про конкретные вот эти выборы я сказал, что мелкобуржуазные партии с Надеждином и этим как-то они закончились бесславно, коммунисты, КПРФ выгод какой-то из дела совершенно непонятный, я думаю, что на нее как бы обиделись и патриотические силы все. Все-таки раньше был Народно-Патриотический Союз, как бы там ни было, но он действовал, что-то собирался, Грудинина вот тогда выдвигал, и Грудинина был компромисс. Харитонов это уже какой-то компромисс такой неудовлетворительный выходящий за эти рамки. Есть еще много вопросов. Разберите примеры. Какие? Чавеса, Венесуэла, Воронина, Молдова. Как эти левые, левые в кавычках, президенты использовали свое положение? Ну, Воронин это Зюганов в Молдавии. И мы это, причем мы сразу это сказали, и так оно и получилось, что он там побыл президентом, сделал карьеру, заработал денежков и благополучно ушел. И точно так же было бы и с Зюгановым, если бы он стал президентом. Поэтому он и не стал президентом. Зачем? Ему не нужна власть Зюганову самому. Он уже старенький человек. И брать на себя такую обузу под старый след, ну, зачем это? Ни к чему это. Поэтому Воронин это, ну, я думаю, что он-то просто такой мошенник, предатель. Что касается Чавеса, то это он возник на волне национальной борьбы. Я думаю, что это вполне честный, вполне мужественный человек. Он специально ездил на Кубу и встречался с Фиделем Кастро. Вполне убедился, что Кастро это такой настоящий народный вождь. Я думаю, что действовал для тех условий вполне положительно и эффективно. Другое дело, что здоровье его подвело и он рано умер. Но вот то, что Мадуро держится так долго, беря пример Чавеса, все-таки противостоять США в положении Мадуро довольно сложно, а он противостоит. Поэтому я думаю, что на этом опыте можно даже и поучиться. Я думаю, это очень непросто под боком Соединенных Штатов Америки столько лет примерно держать вот эту линию. Следующий вопрос. Что вы как представитель РПР советуете делать сегодня избирателям и активистам партии? Значит, избирателям и нам. Мы объясняем, что мы голосуем не за личности, мы голосуем за политическую силу, которая выражает наши интересы или, по крайней мере, наиболее близка к ним. Наиболее близка, как бы вы там не хотели, это КПРФ. От нее идет, как бы вы там не хотели, Харитонов. Поэтому наш интерес здесь только в том, чтобы показать, что нас еще, кстати, вот нас было где-то колебались, 8-10 миллионов голосовали за КПРФ в 90-х, в нулевых, в десятых годах. Потом эта цифра начала снижаться. И я боюсь, что вот эти выборы, они покажут совсем маленький процент голосующих за КПРФ. вот в этой ситуации, когда в клинче сама власть, когда положение самого Путина, вот с одной стороны, вроде вершина власти, а с другой стороны, значит, внутренняя борьба, можно вроде было бы, значит, усилить положение коммунистов, коммунистическое влияние, социалистическое сознание, но я боюсь, что оно не получится, что этого не получится роста, и это будет таким тяжелым отпечатком. Дай Бог, чтобы я ошибся. Хорошо бы, если я ошибся, но мне кажется, что вот будет такое поражение. Следующий вопрос. Не считаете ли вы уставное требование РПР о праве решающего голоса за рабочими исключением представителей других слоев из активной политической деятельности? Значит, во-первых, не рабочих, а рабочего большинства. Да? Задача состоит в том, чтобы всегда сохранялось рабочее большинство, а к этому рабочему большинству подсоединяются другие участники собраний, съездов и прочих, которые участвуют. Я думаю, что это правило коммунистической партии выстрадало. Я думаю, что его нужно придерживаться. И это действительно обеспечивает руководящую роль рабочего класса. А сознательные интеллигенты и служащие вроде меня, они свободно подключаются к этому вопросу. Скажем, меня не напрягает, что голосуют рабочие. Но это же вопрос всегда голосования рабочих. Он встает, когда возникает какая-то проблема. Но большинство вопросов решаются в партии, особенно на таких собраниях, организациях, единогласно. После спора, после обсуждений, иногда острых, решаем почти всегда единогласно. Редко возникает какой-то действительно острый спор. И вот когда он возникает, тогда мы следим за обеспечением рабочего большинства, чтобы вопрос решился в пользу рабочего большинства, чтобы рабочая диктатура, если хотите, она пробивала себе так или иначе дорогу. Потому что никакого другого варианта нету для власти рабочего класса, для диктатуры притариата, для суверенитета народа. Суверенитет народа обеспечивается только диктатурой притариата, как показал опыт. Последний вопрос. Насколько достоверны данные по приватизации в РФ? За какой период этот рост в 16 раз? Какие предприятия в основном приватизируются? Очень сомнительные данные. Я поэтому и сделал ссылку, что это газета «Правда» за январь. Числа не помню я. Что-нибудь там 16-17 января. Там в этой обобщенной форме. И меня эта цифра поразила, но я все-таки в нее поверил в свете многих других информаций на эту тему. Что да, этот процесс идет. Процесс они заявляли. За этот процесс там многие выступали в печати. Поэтому да, наверное, в 16 раз. Спасибо, вопросы закончились. Переходим к выступлениям. только Виктор Аркадьевич. Пожалуйста. Надо поблагодарить Ксану Сергеевичу. Значит, особенно лично я хочу поблагодарить, потому что 10 числа мне проводить стрим на нашем сайте по похожему вопросу. Выборы, задачи, ситуации, анализы. Вот послужив Ксана Сергеевича, я думаю, что надо конечно готовиться. не все так просто и значит чувств много, а вот разложить все это дело значит на составляющие с классовой точки зрения это преподнести оно непросто. Вот первое, что я хотел бы отметить и думаю это надо четче подчеркнуть, что в целом ситуацию у нас в стране значит с политической точки зрения можно характеризовать как усиление и наступление реакции по всем фронтам и можно вспомнить Владимира Ильича помните когда он характеризовал определенный период наступления реакции что вместо политики порнография так сказать и вот у нас эти выборы если прямо честно и откровенно говорить какие-то выборы спектакль спектакль причем настолько отрежиссированный настолько откровенно настолько наплевательски общественное мнение и прочее что иногда становится даже неудобно за тех людей которые в нем участвуют в частности закупорепников и Харитонова да стыдно да вот поэтому вот это однозначно второй момент который наверное неплохо всегда разбирать я не зря вопрос задал врачами и так далее должны ли коммунисты пробовать использовать выборные вот эти компании значит для того чтобы достигать определенных своих целей я думаю что должны пренепременно да известны советы Владимира Ильича который говорил что даже если нас контрреволюция бросит назад от советской власти да то мы и тогда не откажемся от буржуазного парламентаризма ну и дальше там по тексту поэтому должны мы сейчас понимая что интерес политики в этих компаниях он просто возрастает да и более того тем людям которые говорят что я так парламентским выбором справедливо а мол президентским не очень потому что тут власть особая я думаю что они не правы интерес к политике и там и там возрастает поэтому использовать можно и то и другое так но использовать для чего не для того чтобы пост занять хотя это интересный момент и примеры там Чавеса и Воронина они определенную пищу для размышлений дают а для того чтобы использовать эту самую большую трибуну и для того чтобы после выборов левых революционных пролетарских настроений в пользу социализма было больше чем до выборов и чтобы сдвинуть эти настроения и вот надо отметить что сегодня из всех партий которые пробовали или которые зарегистрированы в Минюсте нет ни одной партии ни одной политической силы которая бы агитировала за развитие собственной борьбы трудящихся политической экономической там и всякой другой ни одной поменять это характеристика того что реакция укрепляется и двигается в этом деле РКРП пробовала обратиться к КПРФ с предложением что давайте эту компанию используем для того чтобы агитировать за борьбу не за очередную программу которая у вас там о хорошей приватизации народных предприятий еще что-то ну к сожалению КПРФ не рассмотрела и отвечать не стала они этим не хотят заниматься у них простая другая цель они название только эксплуатируют а по сути дела они вписались в систему в виде так называемой ответственной оппозиции и выдвинули они с одной только целью выполнить свою роль обеспечить видимость демократии борьбы и получить финансирование финансирование надо сказать не слабое в случае ну предположим 10 миллионов голосов получат это 1 миллиард 520 тысяч рублей 152 рубля за голос при этом с 2001 года когда был принят закон о политических партиях это финансирование увеличилось за голос в 304 раза вот представьте себе то есть создается система когда вот этот между собой который в парламенте сегодня из 5 субъектов они сами себя финансируют обеспечивают воспроизводство и живут в этом питательном соусе так сказать изображая власть и вводя людей в заблуждение их купили ну они так сказать и сами пошли на сделку это определенный вот поэтому поэтому я думаю что не только рабочий класс так сказать виноват в том что он пока молчит так далее но и те политические партии это интеллигенция и в РКРП и в рабочей партии России которая в прошлый раз несколько эхидно так сказать иронично смеялись над попыткой выдвинуть рабочего для того чтобы проводить вот эту агитацию и сегодня приходит к выводу и тут Александр Сергеевич меня удивил что говорит давай все-таки за Харитонова что же делать вот это самообман и введение людей в заблуждение потому что по большому счету Харитонов он правильно говорит по телевизору в рекламе ты куда 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 в Кремль на работу он уже сегодня работает на них понимаешь он уже я и сказал так поэтому конечно вывод должен быть один что наша задача наша задача добиваться значит включения людей труда рабочего класса прежде всего в политическую борьбу да и эти компании надо для этого дела использовать ведь даже если бы тот же Харитонов сегодня не переживал за то что Путин без шапки там выступает вместе с Ивановым простудится а проводил бы работу показывая что к этому делу который сейчас в том числе война идет на Украине привел капитализм да тот самый гарант который признался что мы же свои буржуинские да так выходит что вам варенья не хватило печеньем не доплатили ведь вы привели в конце концов потому что сейчас воюют русский народ с Украины вы от него много хотите конечно я говорю просто есть что если эту трибуну бы иметь и использовать все это можно высказать да можно было бы и надо бы да даже на простом примере вот вы сегодня коснулись вымирание 30 лет с лишним ничего себе вы хотите рождаемости получить увеличение а дедушек с бабушек взяли и притормозили на 5 лет с возрастами разве это не понятно что этот уникальный институт который в России кстати от запада в отличии уникальный что он способствует рождаемости что только так можно было его наоборот развивать и двигать надо было нет они молчат и ну это я к тому что значит реакция наступает мы к сожалению отрабатываем в этом деле слабо сил не хватает где-то чего-то но то что возможно делать делать конечно нужно и разоблачать вот этот обман эту лапшу которую вешают и будет обеспечена всенародная победа мы обязаны спасибо так заключительное слово Александр Сергеевич да конечно вот это хорошо подчеркнуть что реакция она и в нашей стране наступает и в мире она наступает в Европе значит реакция такого свойства что мне кажется никогда не было темнее времен даже в средневековой если католическая церковь дошла до открытия содомизма то дальше идти некуда уже это вот какое-то дно значит если они оправдывают значит гомотексуальные браки это они выступают они выступают против господа который сжег два города из-за того что там значит жители допустили садомию и на них и на них это вот сейчас обрушается значит огонь который разрушает их экономику это на церковном языке и называется кара божья что у них промышленность разбегается отчасти в Америку отчасти в Соединенные Штаты Америки отчасти в другие страны народ значит уже из Германии убегает в том числе в Россию инфляция там уже зашкаливает значит валовый внутренний продукт сокращается в Германии то есть локомотиве европейской экономики поэтому я думаю что вот этот кризис он еще не дошел до своих значит вот в сознании он дошел я говорю что если церковь способствуется до мира то дальше идти некуда а кризис экономический и политический он еще продолжается и он может закончиться и большой мировой войной поскольку блоки они уже готовятся значит в РИКС готов и расширяется Соединенные Штаты Америки строят Аукуст да тоже союз свой поэтому обострение противоречий между США и Китаем они искрят и неизвестно чем это искрение закончится я даже думаю что значит война с Тайванем она вот просто надвигается значит к чему это искрение приведет сказать трудно и я не хочу пугать запугивать или как-то намеренно обострять это дело но возможности такой и я думаю и другие думают и вы я уверен слышали неоднократно уже размышления на эту тему поэтому мы переживаем сейчас очень тяжелое время во всех отношениях в идеальном политическом экономическом в личностном конфликт поколений значит он приобрел какие-то гигантские формы не понимаем молодежь дома с молодыми трудно разговаривать другие языки поэтому я вам хочу пожелать здоровья во-первых во-вторых твердости и в-третьих вот этого нашего основания и самостояния на вот этом якоре методологическом я думаю что он все-таки значит прибудет в равновесии он приводит к тому что мы понимаем эту обстановку мы понимаем свое место в ней мы понимаем ее необходимость и неизбежность в каком-то смысле поэтому жить нам субъективно относительно легче чем людям которые сейчас мечутся между всеми этими слухами между всем этим враньем и так далее и так подобное поэтому пожелаю здоровья твердости и успехов в дальнейшем женщин поздравляю особо с 8 марта пожелаю всего наилучшего объявление встречаемся в следующий четверг тема занятия вера и знания лекцию читает доктор философских наук профессор Владимир Петрович Огородников Субтитры создавал DimaTorzok